Испытывающая тяжелые приступы эпилепсии, Алма-Атинка просит о помощи. Более 20 лет Айнур Кубландиева борется со своей болезнью, но все тщетно. С годами состояние девушки только ухудшается. Есть ли шансы побороть недуг и что для этого требуется, расскажет Ануар Мангельдинов. Так мучаешься, и твоя жизнь просто проходит с этой болезнью. Боль, слезы, страдания. Каждый день для Айнур Кубландиновой как испытание. У девушки сложная парциальная эпилепсия. Диагноз ей поставили в 11 лет. С тех пор у нее случается потеря сознания, судороги и панические атаки. С каждым годом болезнь только обостряется. Умрак падала и зубы сломала со второго этажа. Голубо разбила, то есть синяки, и вот это все тебе надоедает. Эта болезнь так мучает тебя. Из-за болезни Айнур Кубландиева не может устроиться на работу и даже элементарно выйти на прогулку в парк. Ведь в любой момент может случиться приступ. Единственное место, которое посещает Айнур, это местная поликлиника. Девушке приходится регулярно проходить осмотр врачей, так как систематический контроль специалистов помогает снизить риск приступов. Количество приступов из года в год у девушки растет. С начала течения болезней и по сегодняшний день их число увеличилось в 4 раза. Чтобы не допустить прогрессирования болезни, медики прилагают все усилия. Важа состоит более 20 лет у нас на учете в поликлинике у невропатолога, у терапевта. В основном у невропатолога состоит на учете. Получает амбулаторное и стационарное лечение. Лечение получает с временными эффектами. Достичь необходимого эффекта можно, говорит мать Айнур Бибинур Ширалиева. Но только за рубежом. Свои услуги девушки предлагают врачи из Испании и Германии. Специалисты заверяют, что при получении соответствующей медикаментозной терапии и реабилитации болезнь Алматинки отступит. Однако для лечения Айнур необходимо 10 миллионов тенге. Болезнь моей дочери у меня тоже один из факторов, которым я сподвигнула работать в медсоциальной сфере. Ко мне очень обращаются много людей с разными и заболеваниями, и проблемами. Я на самом деле очень много людям помогаю. Просить помощи для своей дочери мне было стыдно. А сейчас нет времени для стыда мне. Ее физическое состояние ухудшается с каждым днем. Мать Айнур Кобландиевой объявила о сборе средств. Бибинур Ширалиева просит всех неравнодушных протянуть руку помощи ее дочери. Реквизиты, куда можно выслать деньги, указаны на экране. Ануар Роман Гельдинов, Арсен Сындыбаев, Телеканал Алматы.